Игнать Тихонович, молитесь. 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 об откровениях Твоих. Я сведущ более старцев, ибо повеления Твоих храню. Отсяков злого пути удерживай ноги мои, чтобы хранить слово Твое. От судов Твоих не уклоняюсь. Ибо Ты научаешь меня, как сладкие гортани мои слова Твои, лучше меда устам моим. По велениям Твоими я вразумлен, потому ненавижу всякий путь лжи. Слово Твое, светильник ноги моей и свет стезей моей. Я клял сохранить праведные суды Твои и исполню. Сильно угнетен я, Господи, оживи меня по слову Твоему. Благоволи же, Господи, принять добровольную жертву уст моих и судам Твоим научи меня. Душа моя не предстану в руке моей, но закону Твоего не забываю. Нечсти Вы поставили для меня сеть, но я не уклонился от повелений Твоих. Откровения Твои я принял, как наследие навеки, ибо они висели в сердце моего. Я преклонил сердце мое к исполнению уставов Твоих навек до конца. Вымыслы человеческие ненавижу, а закон Твою люблю. Ты покров мой, и щит мой, на слово Твое уповаю. Удалитесь от меня, беззаконные, и буду хранить заповеди Бога моего. Укрепи меня по слову Твоему, и буду жить. Не посрами меня в надежде моей. Поддержи меня и спасусь, ибо в уставы Твои буду вникать непрестанно. Всех, отступающих от уставов Твоих, Ты не излагаешь, ибо ухищрение их ложь. Как изгорь отметаешь Ты всех нечстил земли, потому я возлюбил откровения Твои. Трепещет от страха Твоего плоть моя, и судов Твоих я боюсь. Я совершал суд и правду. Не предай меня гонителям моим. Заступи раба Твоего ко благу Его, чтобы не унитали меня гордые. Истоевая от очи мои, ожидая спасения Твоего и слова правды Твоей. Сотвори с рабом Твоим по милости Твоей, и уставом Твоей научи меня. Я раб Твой. Вразуми меня, и познаю откровения Твои. Время Господу действовать. Закон Твой разорили. А я люблю заповеди Твои, более золота и золота чистого. Все повеления Твои все признаю справедливыми, всякий путь лжи ненавижу. дивные откровения Твои, потому хранит их душа моя. Откровения слов Твоих просвещает, вразумляет простых. Открываю уста мои и вздыхаю, ибо заповед Твоих жажду. Слава отцу и сыну и святому Духу, и ныне и пресны и во веки веков. Аминь. Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Тебе, Боже! Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Тебе, Боже! Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Тебе, Боже! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Слава отцу и сыну и святому Духу, и ныне и пресны и во веки веков. Аминь. Многомилостивый и всемилостивый Боже мой, Господь Иисус Христос, по великой любви Ты сошел и воплотился, чтобы спасти всех. И снова, Спаситель, молю Тебе, спаси меня по благодати. Ведь если бы Ты за дела спас меня, это не было бы благодатью и даром, но скорее долгом. Истинно так, богатый состраданием и неизречен в милости, ибо Ты сказал, «О Христос мой!» верующий в меня будет жить и не увидит смерть его веки. Если же вера в Тебя спасает потерявших надежду, то вот я верую. Спаси меня, ибо Ты Бог мой и Создатель. Да вменится же мне вера вместо дел, Боже мой, ибо не найдешь никакие дела оправдывающих меня. Но вместо всех дел да будет довольна вера моей. Пусть она отвечает, пусть она оправдает меня, пусть она соделает меня участником славы Твоей вечной. Да не похитит же меня сатана, и да не похвалится тем, что отторг мне Твоей Слово Божие, руки и защиты. Но хочу ли или не хочу? Спаси меня, Христос Спаситель мой. Скорей приди ко мне на помощь, поспеши, я погибаю. Ты, Бог мой, очарив Матери моей, сподоби меня, Господи, ныне возлюбить Тебе, как я возлюбил некогда тот самый грех, и вновь послужить Тебе без ленности, как я прежде работал на сатану-брестителя. Буду же прежде всего служить Тебе, Господу и Богу моему, и Иисусу Христу во все дни жизни моей, ныне всегда и во веки веков. Аминь. Аминь. Святой Ангел, поставь мне внести мою бедную душу и несчастную жизнь. Не оставь меня грешного и не отступи от меня за невоздержанность мою. Не дай возможности злому демону починить меня себе посредством этого смертного тела. Возьми крепко несчастную и опустившуюся мою руку и выведи меня на путь спасения. О, святой Ангел Божий, хранитель и покровитель, беда мой души и тела, прости мне все, чем я скорбил Тебя во все дни моей жизни. Если я чем согрешил прошедшую ночь, защити меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогнеть Бога никаким грехом и молись за меня как Господу, чтобы Он утвердил меня страхи Своем и садил меня рабом, достойно Своей милости. Аминь. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородица, святыми Твоими и всесильными мольбами, отгони от меня ничтожного и несчастного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и всескверные, лукавые и хульные помышления от несчастного моего сердца и от помраченного ума моего. И погаси пламя страстей моих, ибо я нищ и слав. И избавь меня от многих убительных воспоминаний и намерений и освободи от всякого злого воздействия, ибо Ты благосценна от всех родов, и Твое пречестное имя славится во веки веков. Аминь. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божьи, Игнатия Владимир, надежда, любовь, ибо богоусердно к Вам прибегаем скорым помощником и молитвенником о душах наших. Богородица, Дева, радуйся, обрадуна Мария, Господь, с Тобою. Благословен ты в женах и благословен плод чрева Твоего, яко родилась и Христа спаса и избавителя душам нашим. Непобедимая божественная сила, честнага животворящего креста Господня, не остави нас грешных, уповающих на Тя. Спаси, Господи, люди Твои, и благослови достояния Твое. Победа на сопротивные дары Твое, сохраняя крестом Твоим жительство. Спаси, Господи, помил отца моего духовного родителей, родника, благодетелей, Петрополитов, Марка, Николая, Агафангела, Тихона, Антония, Священный Рея, Акима, Павла, Геннадия, Сергия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Вадима, Зосиму, Владимира, Максима, Андрея и Глебу, не дай погибнуть, Диакона, Евгения, Александра, Михаила, Андрея, Епископа Максима, Митрополита Сергия, Патриарха Кирилла, Франциска, Корниль, Александра, Деодора, Митрополита Тихона и Лариона и весь священничество и весь священничество на чистки чин и вышли и служители, миссионеры, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам и нам, да, еще священника, рожденного свыше, чтобы был благовестником и место для занятия. Смири власти воинства и наведи страх твой на них и через них сотвори благое церкви твоей. Умудри их издавать и исполнять добрые законы, дабы дали достойно жить людям, что было из чего уделять нуждающимся. Коснись их сердец и преобразуй в духовное Владимир Михаила Джозеппа Рамзана, Владимир Александра Эрдогена Амана и даруй мир Израилю, Россию, Украине, Сирии, Беларуси, Карабаху, Казахстану, Канаде, где смуты и мятежи. Этого смутьяна Алексея украти, Господи, и все их сообщество развей и покажи им ту бездну, куда не завлекают людей. Ты же повелел нам искать жизни тихой и безмятежной, прославляя Тебя и молясь за руководителя. Будь милостив к нам, Господи, слава Тебе за тихую и мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить наши таланты, дарованное Тобой. Да и всего почти нам, Господи, помощников, наставников, советников, да будет благословен этот день, которого никогда не было во Вселенной, и мы совершенно не знаем, что нас ожидает в нем. Научи нас во всем доверяться Твоему промыслу о нас, верующих Тебя, рожденных свыше, исполняющих заповеди, Ты назвал святыми и избранными. Помоги нам оправдать эти названия, эти имена. Слава Тебе, Боже наш, Господи, сохрани наше жилище и селение от пожара воров нечистой силой. Благослови живущих, Андрея, Игоря, Игоря, Владимиру, дай веру. Благослови Людмилу, Владимира, любовь. Алексея, Иосифа. И пришли добрые жители с детьми, любящими, знающими уставы Твои святые, ходящие в послушании. И сохрани школу. Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Чада, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Алифтину. Всех побуди на благовестие распространение благой вести. Благослови Надежду, Валентину, Екатерину, 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 Галину, Анастасию, Евгения, Сергея, Сергея, Александра, Александра. Я тяжко, недуга, пьянство избавил Павла, Михаила, Андрея, Владимира. И найди потерянного Александра, где он есть, Господи. И останови блуждающих Алексея, Сергея, дабы не обманывали себя и людей. Слава Тебе, Христе Божий наш. Слава Тебе. Найди все наше родство. Идокию, Валентину, Ирину, Татьяну, Марфу, Нину, Ольгу, Лену, Марию, Татьяну. Благослови путешествующих, Раису, Льва, Виктору, Александра, и заповедавших об этом молиться. Сохрани их от несчастного случая. И возврати в мире. Посети болящих, Господи. Дай силу безропотно перенести страдания. И пошли мы в селение. Кирилла, Сергея, Алексея, Надежду, Людмилу, Ольгу, Антония, Геннадия, Ирину, Неанилу, Александру, Александру. Возри на угрозы врагов, На постоянно изливаемые потоки лжи, Которые да поглотит земля. Чтобы это не достигало Уши и сердца верующих, Которых они отклоняют от истины. И в судный день не помяни их безумие, Ибо они знают, что худо творят, Обощенные врагом. Посети наших благодетелей, Воздай им добром Лену, Ирину, Людмилу, Обрати Евгения, Наталью, Надежду, Юрию, Эдуардной, Помоги нам. Господи, Издать трехтомник Нового Завета С толкованием блаженного фифилакта, И чтобы мы не были обмануты Никем. Найди еще помощников нам, Господи. Слава Тебе. Благодарю Тебя, Господи, За друзей и за врагов, За здоровье и за болезни. По Твоему благоволению, Все это может оказаться Спасительным и полезным За спасение души нашей. И сохрани наши сокровища в интернете. И благослови трудящихся на этом поприще. Игорь, Юлию, Дмитрия, Виктора Гаврилова, Вячеслава, Владислава, Романа, Николая, Алексея, Гавриила. Их администрацию благослови расположи к нам. Благослови. Тимофея, 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 Мартина, Германа, Александра, Симона, Леончия, Валентина, Андрея, Никиту, Марию. Слава Тебе, Боже наш! Воздай добро, милостью Твоей, всем, кто строил эти жилища и храмы, где мы находим утешение, где мы можем собираться и прославлять Тебя, спасаемая от недоброй погоды. Защити наш, Господи, и упокой в обителях небесных, усопших отец и братьев наших, родителей, сродников, благодетелей. Ибо нет на земле человека, который, живя, не согрешил бы. Прости им всякое согрешение, вольное и невольное, и душам нашим полезное сотвори. И благослови Михаила, Елену, Романа, Екатерину. И все устрою у них в жилище по милости Твоей, чтобы там могли собираться, как в храме, проводить занятия, находить новые души, чтобы жилища были освящены благодатью Твоей. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе, наш Бог Иегова, Авва, Отче, Свят, 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 Господь Саваоп, вся земля полна, слава Его, Аллилуйя. Слава Вышних Богу, на земле мир, в человеках благоволение. Благодарю Тебя, Господи Божий мой, за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобою и ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господи Божий мой, за тот день, в который дал мне Святую Библию и указал на толкование святых отцов и канон и церкви, как на истину Аллилуйя. И в вечности воздай милостью Твоей всем, кто трудился над моей душой и возрастаниями в Тебе, Мария Степана, Александра, Михаила и Анну. Пресвятая госпожа Богородица, пресна Дева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами Твоими святыми и покроем опором любви от зависти нечестивых, от всего, что не славит Господа, от замыслов вражеских. Аллилуйя. Господи, воздай милости Твоими, благослови всех, кто помогал нам совершить миссионерские путешествия и распространять благую весть о Тебе и посеянное да даст обильные, добрые, спасительные плоды. Благослови Виктора, Николая, Павла, Зинаида, Владимиры, Дмитрия, Надежду, Любимину, Сергея, Наума, Валентину, Самиру, Самире, Тимуру, Рустику, да истинную Христову веру, дабы не верили лжепророкам. Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе, Ангел Христов! Хранитель мой святой, моли Бога о мне грешнем! Благодарю Тебя, мой добрый ангел! Сколько лет Ты хранил, защищал меня от видимых и невидимых опасностей, повреждений! Не покинев смертный час, когда душа будет разлучаться от тела, и проведи душу мою помытарством страшным и непонятным, и веди ее навеки в вечное царство Христа, Бога нашего! Аллилуйя! Иоанн Креститель, претеща Христова, моли Бога о нас, Господи, научи нас жителей бедности! Имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным, никогда не роптать, никому не завидовать, быть во всем экономном и помогать нуждающимся, и каждому дару доброе жилье Сергею Гуриэлу! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Святитель Христов Никола, Мерликийский чудотворец, образ кротости и воздержания, добрый архипастырь, моли Бога о нашей живности, через которую Господь обречает наше пребывание на этой доле печали. Молите Бога на святые пророки Божии Илья, Елисей, Инох, Моисей, Самуила, Аарон, Иоавель, Ной, Иосиф, Патриархи, Гезраниеме, Амос, Наум, Исаия и Иеремия, Варух, Изеки, Осия и Аиль, Агей и Сафония, Захария и Малахия, Давид и Нафан, Данил и Отроки, Пророк Михея, Авраам и Саак Яков. Да исполнен Господь Духом пророческим церковь свою. Да бы день прихода того нашего отшествия не заставлен с неготовыми. Но чтобы мы вышли на встречу Тебе, Господи, с горящими светильниками истинной веры и сосудами полными или добрых дел, с наделанных Духи Святом и с любовью. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые ангелы, архангелы, хрубимы, серапимы, все небесные силы престолу Божию предстоящие, и святые апостолы, и Петр, и Павел, и евангелисты, Матфея, Марк, Лука, и Иоанн. Да дарует Господь нам жажду исследовать священное писание, ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые мученики, Игнатий Богоносец, поликарм, смирский, усин, философ, Космай, Дамьян, Андрей, Стротилат и Иерон, мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфимник, Медийский, Георгий Победоносец, Пантелеимон, сорок святых мучеников, Царь Николай, Святое Царское Семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб, молите Бога о нас. Да укрепит Господь народ свой, дабы никто не принял начертания зверя, антихриста, началою или правую руку. Господи, устраши правителей мира и священства, обманывающих людей, что от предсказанных Тобой казней и уничтожения третьей человечества на земле можно будто бы избавить всех, какими-то договорами, сообществами, изобретениями, медициной. Все это дьявольская ложь. Твои причистые уста произнесли, что будут глады, моры, землетрясения, войны. И восстанет брат на брата, народ на народ и царство на царство. Но это еще не конец. Господи, положи нам на сердце принять это и верить, что так и будет. Ибо ты произнес, что всему надлежит быть. И избавиться от этого никогда нельзя и никому. И все это по любви Твоей, чтобы люди примирились с Тобою, приняли жертву голговскую. Ибо за гробом нет покаяния. посвяти, Господи, томящихся в узах, тюрьмах, психиатрических темницах, верующих в Тебя. И освободи Сергея, Илью, и неведомых нам страдальцев. Благослови призванных на фронт. Никиту, Александра, Максима. И готовы быть признанными Ивана, Георгия. Каждому дару истинное духовное рождение, чтобы они там были светильниками, не осквернили руки своей душу кровью сужой. И возврати их в мире неповрежденными как угодно Тебе. Слава Тебе, Боже наш. Слава Тебе. Молите Бога о нас, святые отцы. Василий Великий, Григорий Богослов, Ян Златоуст, Афанасий Великий и Прим Сирин, Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Ио, Сергий Радонский, Стефан Пермский, Серапим Савовский. Будь милостя к нам, Господи. Найди новые души по молитвам святых Ироним Стридонский, Филарет. И все переводчики Священного Писания молите Бога о нас, Да сохранит и укрепит нас Господь в святой православной вере. А замы сверетиков и сектантов разрушь, развей и в ничто преврати. Молите Бога на святые жены и девы, Фекла первомущенца, Фатина, Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь Софии, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перпетуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прискила, Атила, Андроника, Юния, Киприяна, Устина, Да дарует Господь женам и девам послушание, молчание, целомудрие и стыдливость и сохранив от поругания и всяческого насилия. Исправ непокоримость Галины, Семейства, Евгений, Надежды, Людмилы, Виктория и Иоанна. Благослови Виталия, Никиту, Николая, научи их трудиться в поте лица, дай им добрую работу. Слава Тебе, Христе Божий наш! Слава Тебе! Господи, прими нашу молитву воздеяния рук, как жертву вечернее благоухание приятное перед престолом благодати Твоей, Божия. Соедини наши молитвы с молитвами всех святых, молящих Тебе на небе и на земле. Ты творец этого мира и сохраняешь его, как зиждитель. Ты, Бог, знающий все прежде бытия, услыши и исполни молитву всех молящихся о нас во благо нам. Любящий наш Отец Небесный, ради голговских страданий и пролитой крови Сына Твоего Единородного Иисуса Христа за нас грешных, примей и исполни наши молитвы о всех заповедавших нам молиться о них. Спаси их и помилуй и о незаповедавших молимся. Отверзи им двери покаяния и путешествующего Константина благослови. Защити Анну и Ирину, преследуемых за слово Твое. Умудри нас во спасение. Тебе слава, Тебе хвала, Тебе честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Говори, Господи, Владыка, слушают и дослышат слова Твои, рабы Твои. Аминь. Мир всем и доброе утро всем. У нас так уже установилось, что сразу за утренним молением считается Слово Божие, Новый Завет. И это радостное, желаемое многими дело совершают у нас две сестры Хапилина Валентина Сергеевна и Симоненко Ольга Николаевна. Итак, дорогие сестры, ваше время. Господи, отверзи уши и очи сердца моего, чтобы мне услышать Твои слова и понять их и исполнить волю Твою. Послание филиппийцам Святого Апостола Павла, 4 глава, 10 стих. Я весьма возрадовался в Господе, что Вы уже вновь начали заботиться о мне. Вы и прежде заботились, но Вам не благоприятствовали обстоятельства. Толкование блаженного Афифилакта. Не мирской радостью возрадовался, говорит, и не житейской, но к Господи. Не тому я возрадовался, что успокоился, но тому, что Вы преуспели. Посему-то и сказал, весьма, ибо радовался об их пользе или преуспеянии. После того, как незаметно ухорил их за прошедшее время, внушая им благотворить непрестанно и всегда. Он опять прикрыл этот укор, потому что слова уже вновь указывают на продолжительное время. Словом начали, опять распустились, опять дали побег или отпрыск. Говорит, как бы, о выросших растениях, которые засохли и потом снова расцвели. Так и Вы, говорит, быв цветущими, завяли, и потом снова распустились. Таким образом, здесь и укор некий и похвала, ибо немалое дело есть увядшему процвести, чтобы кто не подумал, что они и в остальных делах увяли, но прибавил, заботиться о Мне, то есть в одном только заботливости о необходимом Мне. Но следует спросить, каким образом тот, который сказал блажение давать, нежели принимать, деяние 20.35. И опять послание к Коринфянам. Для Меня лучше умереть, нежели чтобы кто изничтожил похвалу Мою. 1 Коринфянам 9.15. Теперь является принимающим помощь. Там Он вполне основательно не принимал, именно благодаря лжеапостолам, которые показывали ли, что не принимают, дабы они в чем хвалятся, говорит, оказались такими же, как и мы. 2 Коринфянам 11.12. Ибо не просто сказал, похвала сия не отнимется у Меня, но в странах Ахаи. 2 Коринфянам 11.10. Потому что говорит, другим церквам я причинял издержки. 2 Коринфянам 11.8. Таким образом, там Он не принимал по основательному рассуждению, здесь же дающие возлюбленные и вожделенные, которых Он окорчил бы, если бы не принял. При том же и принимать бывает лучше ради дающих, потому что они большую получают пользу, чем приемлющие. Что же касается издечения, вложения давать, нежели принимать, то оно вовсе не означает запрещение принимать, то есть простое сравнение, указывающее на то, что лучше. На том основании, что золото лучше, нежели кто-нибудь запретит иметь серебро. Кроме того, апостол говорит это о труде и подаянии от труда. И подлинно нужно так делать. Но ежели не будет времени для труда, например, при наложении уз или в случае болезни, то что тут делать? Не должно ли принимать? Я думаю, что так. То есть вы носили в сердце заботу обо мне и беспокоились обо мне, ибо это в вашем характере заботится обо мне. Не от нерадения вашего, говорит, зависело это, а от необходимости, то есть вы не имели в руках, сами не были богаты. От общего обычая сие заимствовано, ибо мы обыкновенно говорим. Настали тесные обстоятельства, пришли теперь дурные времена. Одиннадцатый стих. Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Толкование. Видишь ли, что нелегкая и дело радоваться в довольстве. Для этого нужно упражнение и старание. Научился, говорит. Двенадцатый стих. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод. Был и в обилии, и в недостатке. Толкование. То есть умею пользоваться малым, умею переносить и голод, и жажду, и также умею жить в изобилии. Но что же это за изобилие? Подлинно это великая добродетель, потому что не нужда, а изобилие многих губит, так как возбуждает очень многие и нелепые похотения. Как же Павел умел изобиловать? Он тратил достаток на других и не радовался при изобилии. Он был одинаков как в изобилии, так и в нужде, не надмиваясь первым и не стесняясь портледней. Я приобрел опытность во всем столь долгом течение времени, во всяком деле и во всех случайных обстоятельствах. Израилетяне не умели терпеть голод, ибо они роптали на Бога и говорили, может ли Бог приготовить трапезу? Псалом 77, 19. Но не умели и насыщаться, ибо ел Иаков и уточнел Израиль, и стал упрям, и оставил он Бога. Таразаконие 32, 15. Но Павел и христиане поступают не так. Этим он показывает, что ни прежде, когда ему не давали, он не скорбел, ни теперь, когда ему даю, он не радовался по человеческому расчету, но радовался за них, так как они сами через это получили пользу. 13 стих «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Толкование «Так как он чувствовал, что многое сказал о себе, то говорит «Не мое это совершенство, но давшего крепость Христа». 14 стих «Впрочем, вы хорошо поступили, приняв участие в моей скорби». Толкование «Он сказал «Умею быть довольным». Теперь, чтобы филиппийцы не соблазнились им, будто он не с удовольствием принял предложенное ими и даже считал это бесполезным для себя, потому что дающие обыкновенно соблазняются, когда принимающие говорят, что они не нуждаются. То он и устраняет это, говоря «Впрочем, вы хорошо поступили, то есть, хотя я и не имею нужды, но тем не менее принял ваш дар». Обрати внимание на мудрость, как он возвышает это дело, говоря «Приняв участие в моей скорби, он этим поставил их наравне с собой». «Я», говорит, «действительно терплю это, а так как вы позаботились обо мне, то Бог и вас признает моими сотрудниками». Таким образом, предыдущими словами апостол разрушил их мечтания, а этими возбуждает их усердие. пятнадцатый стихи. «Вы знаете, филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия в подаянии и принятии, кроме вас, одних толкований. Так как могло показаться, что он упрекнул их выше, сказав, уже вновь начали заботиться, то теперь мудро оправдывается, говоря, что-то самое, чем я, казалось бы, укорил вас. Я не потому сделал, будто бы желал получить от вас что-нибудь, но потому, что вполне был уверен относительно вас, и вы сами тому были причиной, ибо вы первые из всех начали заботиться о моих нуждах. В силу этой-то уверенности в вас я как бы упрекнул вас, как оставивших прежде обычное для вас дело. И вот великая похвала ваша в том, что вы не только в начале благовествования помогали мне, не только когда я находился у вас, но и когда вышел из Македонии, то есть из ваших пределов. Не сказал, что ни одна церковь не дала мне, но ни одна церковь не оказала мне участия подаянием и принятием, потому что суть дела заключается в общении. Ты даешь плотское, а получаешь духовное. Как сказано в другом месте, если мы посеяли вас духовное, велико ли то, если пожнем у вас телесное. 1 Коринфян 9.11 Итак, другие церкви не оказали участие в смысле даяния плотского и принятия духовного. 16 стих Вы и Фессалонику и раз и два присылали мне на нужду толкование. Важная похвала их и в том, что находясь в метрополии, он питался насчет малого города, ибо под нуждой он разумеет необходимые издержки, а не утехи и роскошь. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, словесами Божественного Евангелия Твоего, излей благодать Твою в сердце мое к истреблению страстей и грехов моих и дару мне силу к исправлению во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Аминь. Благодарю. Спаси Христос. Слава Христу. Ну, у нас на этом и заказ это чумо.